здорово мужики ну как готовы меня слушать теперь уже конкретно по делу конкретно с результатами все все очень серьезно все по взрослому у нас сейчас будет представляю вашему обзору готовые бритовки которые вам еще все время показывал заготовка даже вчера еще показывал заготовках то есть я вчера после того как снял видео я там еще поработал сегодня доделал и вас в остальной весь день занимался заточкой можно сказать то есть описать заточку одним словом кайфанул я реально кайфанул затачивая эти бритвы те кто затачивает меня поймут что это такое что это как это вообще что такое кайфанул это что-то с чем-то просто вот знаете после этого хочется сказать я буду делать только такие клины и больше ничего делать не буду ну и там 100 процентов 75 процентов только только клины блин какой-то кайф ребята ну то что у меня получилось метод я принципе их заточил бы как и все так среди кого то есть там со словами мне некогда там и так далее но мне тут позвонил один человек который заказал бритву недавно из уфы и блин он мне по телефону говорит бритва бреет но как-то вроде жестковато туда-сюда а я ему такое говорю блин на ремешке надо покатать с пастой блин в общем это цепануло я решил сегодня полностью все дела отбросить и заняться только чисто заточкой чтобы потом вот не такие вот стадобушные такие вот моменты чтобы как бы просто пропускать мимо и чтобы их просто вообще не было поэтому бритвы я заточил так что они ну волосы рубят это просто ничего интересного они даже его как-то нехоти рубят они его распускают надвое вот это они делают хорошо все бритвы заточил шурупами отметил то есть я потом забуду может быть вы вспомните может быть видео посмотрите то есть вот напротив этой бритвы стоит первый шуруп и напротив третий стоит шуруп что это означает это означает что эти бритвы были с подводом то есть на словах на жаргоне заточников подвод подвод что это такое когда бритва заточена все хорошо бы вроде бы там но хочется более шеи остроты и чуть-чуть там какие-то там полградуса меняется угол в самом конце просто и прикатывается именно вот так вот с более большим углом но он практически такой же но он все-таки есть от разницы и вот это называется подвод ну что ж давайте по порядку готовить себя терпеть сейчас буду все четко по порядку рассказывать что и как берем первая бритовка клин оправа g10 клинышек вот так вот захотелось мне это то ли клен то ли корелка стабилизированная не помню по моему корейская корейская береза стабилизированная все клепочки все полированные все как положено сегодня видео будет в другом качестве то есть поэтому более качественно все будете смотреть обзор будет такой более полноценными я игорь научил спасибо игорёха научил меня пользоваться youtube и программкой склеивающее видео кромочку видите это самая большая кромка и всех вот этих вот всего ряда как игорь скажется из весенней коллекции из 2 весенней коллекции слова коллекции конечно меня да вот здесь кромку и и все-таки видно если присмотреться так прям на отблеск как то так то она тут все-таки есть и заточена с подводом почему-то получилось объясняю почему кромка почему она есть почему ее даже видно потому что во время шлифовки я именно на этом клинке не вышел на кромку то есть он говорил что все клины шикарные клины только у меня которые клины имею ввиду там нету нет вот этой вот тонкой полосочки которые нужно затачивать нет это тоже как 100 процентный клин в ноль сведено то есть в кромку а вот у этой бритвки вот в этом месте то середки не было кромки чуть-чуть там вот если на сильном свете осмотрел так с торца вот так вот то там было видно какая-то микро полосочка то есть пришлось эту кромку формировать и в итоге получилось вот по всей длине кромка вот надеюсь я вроде понятно объясняю не знаю насколько понятно то есть как вот так вот держите я не знаю я так блеюсь вот так чуть-чуть ну ладно так по поводу кромки рассказал да но это все я вывел кромочек перед всего там вся полноценная все положено мне не будет стыдно за точку мне не будет стыдно ни за что я вообще балдею от этих вариантов кому попадет любой из этих вариантов обещаю вы будете при каждом бритье то есть ловить кайф и надеюсь вспоминать меня добрым словом как то так так шуруп в общем я тут уже отмечен вторая без подвода то есть просто как вот есть угол изначально за при заточке так он и остался при заточке все бритвы с подкладкой вместе вот с этой вот была подкладка изолента последняя без подкладки потом объясню почему это с подкладкой но без подвода то есть угол не менялся до самого конца самого начала кайф в том это блин забывай орех я уже говорил американский орех кайф в том что то есть в чем я кайфанул вот во время заточки то что они уже на кромке и понимаете я сначала хотел с 6000 начать а потом что-то как-то так труханул думать дай-ка я кто кромку видит тому бонус на микроскопической просто меньше то есть да нет вот такой же кромки в больше нигде не найдете то есть вот только вот тут она может быть настолько на тончайшие вот в чем кайфанул я сначала думаю да нет блин что там 6000 надо с 4000 начать и начал с четырех одно движение в одну сторону одно в другую все кромка пошла уже вся на месте блин нафига это делаю ну ладно что мне думалось как говорится я сразу на 6000 ну движений по 5 в каждую сторону все в идеале блин это это просто кайф да просто кайф ну таким с легким перевалением так вот так ведешь как говорится и переваливаешься не то также другую сторону это шикардос ребята это просто блин что-то с чем-то я не знаю как попробовать может показать все-таки кромка вон там она вот на отблеск если ее ловить она там она все-таки есть то есть она есть и не может не быть я реально блин сейчас в такой вот таком эйфории такой вот вот так пускать нет ее не видно и тупо не видно даже на отблеск эту кромку хотя там что-то вроде померить ведь но это не кромка это около прикромочная как говорится полоска а самой кромки и и не видать фига а вот так наверно будет очень ладно неважно все ровненько все красиво горизонт выдержан блин я бы я балдею а клиншик из того же ореха американского вещь вещь шуруп то есть означает я специально что потом не запамятовать что она тоже была с подводом микро подвод называется это из рога фуруру кости из белой кости это не рог рог мне не нравится производить он потом скручивается завинчивается весь блин статаба в общем потом это вот корейская береза стабилизированная клинышек захотелось вот такой вот красоты как говорится весенних цветов так как весна на дворе захотелось что-то красивого нет под просто чопорного какого-то там кромочку тоже вот здесь блестит это значит что прикромочная то есть то что перед кромкой вот вы то что сейчас блеск видите это не за . вот вот тут за . вот она вот ее чуть-чуть видно а это просто уполировалась там вот сейчас вы ее не видите вот то что блестит это не за . . . как-то вот так в общем это микро подводом вот такое моё детище я реально рад результату я несказанно рад результату это результат прям вот всем результатом результат это прям красота в общем чуть-чуть видите не выдержан горизонт но это знаете что я вот смотрел как-то там продают бритвы там тоже клины туда-сюда какие-то там старинные там уже сейчас никто особо не хочет с ними заниматься вообще и там вот так вот она дальше не складывается все говорят вау какая она красавица блин ребята вы посмотрите внимательно может ей надо быть хотя бы вот так чтобы она была красавицей ну там другое там вся красота вот в буквах которые вот тут на эрле там видят эти буквы и там там название такое выговаривают язык ломают там туда-сюда нет это не кайф ребята кайф когда вот реально он есть и знаете что вот эта заточка который я производил она я чувствую вот эту супер твердость вот это вот стали какая супер твердость там 60 60 с половиной единиц вот так вот там она вышла у меня ну то есть для бритвы это супер с твердость не зря тряпочку то рядышком положил улапал вот то есть чувствуется при заточке вот эта твердость шикарная и как-то одновременно какой-то податливость стали ну не зря же и разрабатывал эту сталь с того года еще умудрялся видите горизонт на месте то есть никак вот клины продают вот такие вот это как ворота незакрытые там закрой ворота только лохоз разбежится вот так вот но вот тут тоже вот сейчас видите вот блеск вот этот вот это не кромка заточки это предкромочная вот она сейчас она мне в глаза бросается но можно блеснет все-таки своей красотой вроде вот что-то проявляется но на месте с этой нет но чем можете гордиться вместе со мной за россию за российские бритвы выполненные в россии хотя у них принципе история изначально по форме не российская но не выполнена россии и поэтому совершенно другие бритвы это не те что вы обычно видите это без подвода без микро подвода это тоже без микро подвода так как нет рядом шурупа все здорово да ну как я еще бы так вот горизонт выдержан кость белая клинок темный ну за . мне кажется это же а нет это около заточки то что идет предзаточенный вот так что должно быть видно если может быть там на видео как-то получится это разглядеть то вы может быть даже ее увидите что блестит еще то есть то что перед кромкой находится вот такой вот вариант так чтобы не загораживать то все до одной весело строгают на двое волос то есть рубить они не особо хотят ну рубят но как-то так нехотя как-то все это делается вот но вдвое на двое распустить это просто для них это блин нифига честно не только не вижу это колеска береза стабилизированная тоже захотелось ярких красок а не сказал что в предыдущий это вот сиреневая это древесина которые забыл как она называется это она самая сейчас я лучше покажу а вы может быть вспомните я как-то бритвы из нее делал вот этот из нее клинышки ну и последние наши списки то которую я случайно было самые последние которые затачивал после всех и уже то есть видимо усталость влияла на меня я это изоленту не подложил тоже из того же древесина сейчас я вам показывал клинышек видим как оттеняет красиво не вот просто орех американский а вот таким вот бордовым клинышком так смотрим клин заточку опять я не сумею показать хотя вон она там проблескивает чуть-чуть где-то 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 и также верхняя кромка этот заточки тоже она настолько микро что ее нифига с ней видно вот то есть эту бритву если там кто-то там задумать потом что-то точить там поправить никаких изолент не нужно она то есть просто плашмя затачивалась и правилась так в общем виде вот так тогда у нее есть мини косячок который принципе назвать нельзя но он есть сейчас я попробую так вот что-то наладить смотрите видите закрывается о не по центру вот хорошо видно вот но почти по центру почти но не совсем идеально по центру вот это ей такой как бы легкий минус все давайте вам боком покажу положу так к этому видео в конце будет прикрепленную еще одно видео прикреплено то есть которые там у меня ответ на вопрос как сделать клепку блестящей не пользуюсь бормашинкой хотя я после все равно после этого бормашинкой в два перехода шлифую полирую их эти клепки все равно но если уж как бы если нет такого варианта а хочется сделать чтобы было круглой гладкой и блестяще то я вам это в конце видео прикреплю вот этот кусок видео которому будет так коротко показано как это нужно делать так ну что ж о будущем не буду зарекаться что будет то будет пока вот вообще ничего не скажу просто сам нифига с не знаю ждите видео с этой же камеры на вертушка то есть там которые будут уже для сайта вот и буду снимать в этот раз уже опять же на видеокамеру потому что у нее большая глубина резкости вы наверное заметили что в предыдущих этих видео с вертушки видно только видно только вот примерно вот так вот круется вот все хорошо все видно вот так повернулось видно только середку а вот эти вот края они мутные то есть в резкость не падают уже это говорит о том что там объектив макро и у него малая глубина резкости и поэтому не хватает вот это вот ширины вот этого гриб называется он вот у камеры с этим все хорошо вот видеокамеры игореха еще раз тебе спасибо большущие за подарок твой охрененный прямо вот вот что у меня еще есть кожа вот эта итальянская светлая на борды буду борды делать не скоро то есть совсем не скоро потому что мне еще там из черной кожи надо борды сделать а потом еще вот из этих тут заново все завести это будет не скоро но уже встречайте на сайте уже висят ремни новые тоже из итальянской кожи корова коричневые подешевле чем вот пример светлой и светлой кожи точно теперь все точно теперь пока всем ну и увидимся как говорится у компьютера встречайте встречайте на сайте все до свидания всего доброго спрашиваю меня юрий алексеевич то есть как сделать так чтобы после того как клепка полностью то есть заклепана все поджато и сделать так чтобы на ней не осталось как бы таких мятинок то есть там область чтобы ровная гладкая вот показываю то есть во первых должна быть наковаленько полированная молоток тоже должен быть полирован это важно если наковаленьки будет ямка под клепку это будет еще один плюс тоже также полированная дальше вот смотрите после того как вы заклепали там уже все дело делать вот так 200 граммовый молоток и так прокручиваете вот слышите да как она так высокочастотный так высокочастотный молоток и так же с другой стороны то же самое все клепка блестит вот надеюсь я ответил то есть на ваш вопрос показал как оно то есть происходит молоток можно и не обязательно 200 граммовый но желательно это самый универсальный молоток полукруглая поверхность полированная вот как бы так все вроде бы сказал